ОМТВЮА про Головне. Период по сравнению с февралем месяцем в течение марта, ну непосредственно от 477 до 889 случаев в марте. Я потому что не вижу пока у врагов ни проблем с людьми, то есть людей много они забрасывают в море, в пиви, снаряды тоже есть, то есть может быть не столько сколько бы они хотели. Они хамят, работают и фронтовой авиацией, то есть мы видели это проявление на Белгородском направлении. То есть ну из всех здесь, которые пытаются кричать, да уже все, и там чепчики воздух бросают, я бы советовал немножко им чувство всем при всем. Конечно все движется вперед и летать скоро будут эти беспилотники на солнечной батарее. Да и летать будут на солнечной батарее. И на этом направлении, ну в России это солнечная батарея не особенно, особенно в низине под облаками. В низине под облаками нет. Очень много условий, очень много условностей и условий. Есть там, где работают хорошо. А вот то, что точно можно сказать на любом из этих направлений, куда тянется противник, это тянется к сердцу нашей военной промышленности, к Уралу. А что напрасно, сколько лет гугл мэпс делали? И к Башкирии. Правильно? Ну так они что реализуют? Они гугл мэпс понаделали, все объекты сфотографировали, 3D карту России получили и сейчас реализуют. Мы же понимаем, что за любой атакой украинских беспилотников системы наведения стоят на тошке. Скажем так, что опять возвращаясь к 2018 году, мы сами им помогли, когда создавали, сами оцифровывали свою территорию. И достаточно энергично. Абсолютно правильно. Улетели туда. Уже с нами есть Анатолий Храпчинский, заступник генерального директора компании МилТек, авиаэксперт. Пане Анатолию, приветствую вас. Приветствую. Я так понимаю, что сегодня компании, которые работают над этими задачами, они сейчас чувствуют, что вся держава, Украина полностью обеспечивает их всем необходимым, чтобы они могли дать результат? Ну, вы знаете, если говорить про державу, мы бачим, что есть активный, по той же боку, держава, допомога, есть Минцифра, которая створила певные платформы, которые помогают развиваться. Но давайте не забывайте, что в Украине за два года появилась большая кількість компаний, которые занимаются производством ППЛА, любых типов. И за рахунок властью, чтобы помогли нашим военнослужащим отримать победу с врагом, мы начали разработать очень интересные средства, которые, мы бачим, как литают уже на довольно непоганой отстанной, и могут уничтожить стратегические объекты на территории РФ. Поэтому, прежде всего, я бы сказал, что у нас есть властное божание працювать на победу, и тому за рахунок этого появляются такие результаты. Поэтому, на самом деле, держава так помогает, но надо не забывать, что в наших руках наша победа. Российская противоповетраная оборона очень часто не может впораться с украинскими дронами. Как это объясняете? Российская противоповетраная оборона очень правильно вправляет со своими літаками. Это очень хорошо. Если до дронов, то стоит не забывать, что, на самом деле, если мы говорим про ППЛА, то это малопомітная низкая литая и не очень быстрая цель. Поэтому, на самом деле, классическим засобом противоповетраной обороны сложно противодействовать. И с этим статкнуется, в ближайшем, большее святое с такой проблемой. Если говорить про Украину, то Украина стихнула с такой проблемой, когда сжигали шахеди. И тогда мы начали отработать мобильные группы, створили певные системы, которые позволяли нам выявляти все шахеди. Або по звуку, або по певным еще элементам. То есть, на самом деле, тут был сделан широкий крок. Но что до России, давайте не забывайте, что велика кількість систем противоповетраной обороны, они передослаковали античасово окуповану территорию Украины. И мы видим, что сейчас активно, после снищения в Криму, С-400, перетягнули одну из Калининграда и так далее. Поэтому, на самом деле, есть прогалини, но есть и недопрацювания. Ну и давайте не забывайте, что, мабуть, с 1987 года, когда ЦЕСНА приземлилась на Червоной площади, мало что изменилось в России, как последовника Радянского союза. В целом, на вашу думку, чи можуть дрони замінити крилаті ракети для Украины? Насправді, тут стоит значить, что так, мы можем использовать их замість крилатих ракет, но все равно крилатые ракеты тоже нужны, потому что мы можем сказать, например, про крилатые ракеты, которые будут працювать на дронах с дальностью до 3000 км, и которые будут нести ракеты, эти же крилати, которые будут летать тоже на 3000 км. То есть, мы говорим про протодиев на таком велике вести. Но так, суттєво, за рахунок того, что у нас не было возможности использовать захильные зразки техники, у нас не было такого оружия на балансе для того, чтобы убить по стратегических объектах Российской Федерации, начался развиток БПЛА, который подчеркнулся до таких результатов, что наши БПЛА могут летать на 8000 км, нести разные типы навантажения. Тут я бы зазначил, что, насправді, Украина помогла разобрать декілька, ну, не декілька, а великую линейку, насправді, великую линейку БПЛА, которые могут летать на разные отстани, с разным навантажением и выполнять разные эмиссии, начиная от разведывания до ударных, або, например, даже с скидом. То, насправді, це на відміну Російської Федерації, яка використовала ще свій шахет, ну, я намагаюся, там є розвідувальні дрони, типу Форпост, які нещодавно збили повітряні сили, але це ізраильська розробка, Лансет, це ізраильська розробка і так далі. А тут у нас є в Україні свої власні розробки, до речі, до яких хоче вже долучитися і наші західні партнери, тому що вони розуміють, що ми доволі потужно зробили крок в цьому напрямку і вже хочуть зволочати, допомагати, наприклад, певними технологіями, що, до речі, дуже посилить наші можливості. Ми всі розуміємо, що в нас немає варіантів і шансів битися з росіянами стінка на стінку, що називається, просто тому, що в них велика кількість населення. Але, тобто, це насамперед війна технологічна, про що писав і Залужний, зрештою, в своїх публікаціях, це війна інтелекту. Чи ми тут маємо якісь переваги? Насправді, так, ми бачимо вже навіть ролики, коли там внеземно роботизовані системи вилітають FPV-дрони, тому, насправді, це війна інтелекту. І тут слід зазначити, що, насправді, за рахунок от таких можливостей збільшення, наприклад, участі FPV-дронів, наприклад, зі штучним інтелектом, ми можемо казати про переваги, тому що ми будемо штурмувати позиції ворога безпосередньо, наприклад, за рахунок великої кількості БПЛА, а потім будуть заходити наші хлопці для того, щоб просто зачистити позицію. Тому, насправді, тут є важливий крок в цьому напрямку, і в цьому напрямку треба рухатися, тому що треба воювати залізом, а не воювати людьми. І тут треба вновити, вводити нову філософію Збройної сили, коли ми зможемо рахувати цифрами. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, ми можемо втратити дрон, який коштує 300 тисяч доларів, але при цьому ми знищуємо ворожої техніки на декілька мільярдів доларів. І це, таке розуміння повинно бути прагматично, тому що ми розуміємо, що, мабуть, все ж таки краще пожертвувати якимось дронам, але отримати певні перемаги щодо стратегічних цілів. Женщина, очевидно майор, називала сотрудника американських ВВС своїм секретним агентом і тайною любов'ю. Одинокий Слейтер, видимо, в качестве благодарності за це тепло, в частності, розказала о візите американських законодателів на Україну, а ще про поставки оружія. Наприклад, в какой-то момент загадочна пассія написала, «Любимий Дейв, у НАТО і Байдена є якийсь секретний план, щоб помочь Україні?» За щедрі відповіди на всі ці питання «Любимому Дейву» грозит до 10 років тюрмі. «Историус» там пытається обвінювати Путина, що Путін якоби, і Росія, використовує цей перехват для того, щоб дискредитувати Германию, вносити розброд і шатання в германські політичні сили.